На Ивановской площади Московского Кремля появился музей под открытым небом. Археологические окна, вырезанные прямо в брусчатке, позволяют перенестись на несколько веков в прошлое. Чтобы увидеть результаты недавних раскопок, элементы древних зданий, надо просто внимательно смотреть себе под ноги. Репортаж Алексея Зотова. Вот это вот Алексеевская церковь, вот это трапезная, все подлинное, вот это вот часть перехода, который соединял чудо в монастыре и Малый Николаевский дворец. Историю исчезнувших древностей Кремля теперь можно читать, словно открытую книгу. Все на виду. Фундаменты снесенных монастырей и церквей. Считалось, что их давно уже и нет. И часть фасада любимой московской резиденции Николая I. Здесь родился будущий император-освободитель Александр II. Здесь крестили детей из царских семей, здесь крестили наследников. Сквозь бронированное стекло, по нему даже советуют ходить. Теперь легко заглянуть вглубь столетий, как укладывали камни зодчие. Или вот как выглядел пол в церкви святого Алексея. Еще интереснее вечером. Благодаря подсветке видно каждую деталь резьбы. И можно прочесть надписи на надгробных плитах 15 века. Сохранилась Вильями. Вильями, по-видимому, это часть имени Вильяминова. Это известная боярская семья. И на надписи мы читаем, что он умер на праздник Евстафия Плакиды. Это 20 сентября. Понять, как выглядела эта часть Кремля всего 90 лет назад. До постройки новодельного 14-го корпуса. Еще недавно можно было лишь по фотографиям и кинохронике. Чудов и Вознесенский монастыри. И в центре Малый Николаевский дворец. Теперь не надо даже совмещать схемы и карты по расположению археологических окон посреди брусчатки. И так все ясно. Это середина Ивановской площади. Мы совершенно по-другому теперь представляем, как выглядела Ивановская площадь. Нам кажется сейчас, что она очень крупная. А еще полтора века назад она была значительно меньше. В Чудовом и Вознесенском монастырях творилась история. 800 лет на этом месте жили самые богатые люди страны. И среди тысяч находок горы женских украшений. Женщины в 12-13 веке носили стеклянные браслеты. Они часто ломались. И тут же они выпадали в культурный слой. Их выбрасывали. И мы находим вот эти остатки прекрасно сохранившихся стеклянных вещей. Самое интересное, что богатейший клад в истории Кремля 30 лет назад рабочие случайно нашли. Именно здесь он пролежал в земле 750 лет. Это был деревянный сундук. Более 300 серебряных предметов. Частично там были золотые предметы. Явно это была казна князя Владимира Юрьевича, которая была зарытой. Когда была Москва окружена войсками Батыя. Археологи, впрочем, ни на что не намекают. Хотя уже выяснили, что, например, фундамент этой ослепительной церкви Святой Екатерины уцелел. В отличие от основания храма Вознесения. Он стоял прямо на месте зала заседаний Верховного Совета СССР. При строительстве 14-го корпуса он был полностью разбит. Все его основания были полностью развиты. Поэтому надеяться на то, что мы что-то когда-нибудь обнаружим, вероятно, нельзя. Вот за несколько дней до взрыва монастырей в 29-м сотрудники оружейной палаты спасают саркофаги великих русских княгини-цариц. В том числе основательницы Вознесенского монастыря вдовы Дмитрия Донского и Ефросиньи Московской. А эти сокровища обители, золотые оклады икон, серебряные чаши и драгоценный оклад Евангелия достали уже буквально из плавильной печи. Словно каждый закуток Кремля рассказывает свою историю о погибших монастырях. Именно здесь, в подклете Благовещенского собора Кремля, можно буквально проникнуть сквозь время. Лучше всего представить себе, что же именно откопали археологи. Стены и своды 14 века, из подмосковного известняка здесь точно такие же, какие были в разрушенных Чудовом и Вознесенском монастырях, только дошли до нас в первозданном виде. Узнать о монастырях и раскопках уже скоро смогут все посетители Кремля. Выбрать любую из двух новых экскурсий. Одна короткая, через Кутафью башню, только на Ивановскую площадь, заглянуть вглубь веков. А другая более подробная, с посещением выставки монастырских сокровищ и предела Святого Уара с мощами Ефросиньи Московской. А также визитом в подклет Благовещенского собора, где хранятся кремлевские клады. Всегда интересно и важно узнать новое о Кремле. И я надеюсь, что эта возможность привлечет большое количество посетителей к нам. И также побудит многих людей, которые уже были в Кремле, прийти для того, чтобы узнать новое об истории Кремля и об истории российского государства. Выйти из Кремля после новых экскурсий можно будет прямо через Спасские ворота, сразу на Красную площадь. Алексей Зотов, Илья Марин, Марат Хабиболин, Вячеслав Черешко. Первый канал.